Для выучения культурной испадщины у Ветковским районе можно обрать любой населенный пункт. Народные традиции тут заховываются практически повсюдно. Начинаюши с самой Ветки, где больше 30 лет працует Музей староверства и белорусских традиций. Что год с его уникальными коллекциями, знакомятся до 8 тысяч человек, которые приезжают сюда не только из Беларуси, из России, Германии, Италии, США и Бразилии. Значной популярностью на Ветковшине корыстается и включена у спис историко-культурных каштавностей в Беларуси храм святителя Миколая Цудотворцы, у вёсцы Жалезники. И он был побудован 155 годов тому. В 1930-м церкву закрыли. Протяглый час тут находился сельско-осподаршие склады. В 2006-м, после завершения капитального ремонта, храм снова отшинил дверы. Пришим знакомитый он не только свою историю. Сегодня тут собранные соправдные святыни. Матушка Ирина рассказывает удельникам сустрэши об наибольшь ушановываемых иконах. Икона Всецарицы, которая исцеляет от онкологических заболеваний и других заболеваний. Люди получают помощь в различных случаях. На иконе много приношений от людей. Белорусская народная культура особливая. Одночасово с поклонением религийным святыням широкое расповсюживание мают старожидные ляльки обереги. Их выработом займаются практически во всех сельских домах культуры, как и захованием и пропагандой мясовых традиций. У нас есть коллектив со званием «Народным». Это клуб любителей народных песен или самовара. Это старые женщины, которые передают нашим деткам, они передают то, что они знают. И мы не то, что мы сами что-то там придумали, переделали, а то, что им передали, их бабушки, они уже передали нашим деткам. И вот нас из поколения в поколение мы передаем именно наши традиции, наши светиловические. Побытовые танцы, посиделки, народные обрады, старожидные иконы и рушники. На протягу дня депутатам демонструют целый пласт самопытной культуры. Задача – ознайомиться с вартым для переманья вопытом по заховании народных традиций. После Чернобыльской катастрофы Ветковский район стратил омаль 60 вёсок и разом с ним был участок исторической спадшины. Но при этом тут всё-таки сдолили заховать традиции, которыми на протягу 100 годов был знакомитый регион. А это позволяет сказать обмахчимости дальнейшего развития туристической сферы. Олег Сенсюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель», Ветковский район. Продолжение следует...